Здравствуйте! Вы смотрите программу «Моя планета» в студии Мария Шматкова. Сегодня у нас в гостях сообщество родителей Одинцовского района. Здравствуйте! Очень рады вас видеть в нашей студии. Начался новый учебный год, но мне бы хотелось отметить, что родители, вот как раз-таки родители на каникулы не уходили. Вы активно продолжали трудиться и в летний период. Конечно же, не успел новый учебный год стартовать, а вы уже во всеоружии. Очень много проектов запущено и хотелось бы сегодня, конечно, нашу программу посвятить вашему сотрудничеству с ГИБДД. Сейчас вы в этом направлении движетесь, продвигаетесь очень активно и есть результаты. Вот об этом бы хотелось поговорить. Марияна. Ну, на самом деле, действительно, мы очень плотно сотрудничаем с нашим Одинцовским ГИБДД. Очень много совместных проектов. И в основном, конечно, проекты направлены на профилактику детского травматизма на дорогах. Это основная тема. Потому что, на самом деле, здоровье и жизнь наших детей – это самое главное. Ну, и на самом деле, наверное, параллельно мы еще и взрослым людям, родителям объясняем, рассказываем, напоминаем, как правильно надо вести себя на дороге. Как родилась идея создать родительский патруль? Вы знаете, Маша, на самом деле, это совместная идея с нашим ГИБДД, которые, наверное, тоже хотели бы и думали, как можно вовлечь нашу активную родительскую общественность в такую работу. Ну, честно, надо просто признаться, да, но не хватает сотрудников. Они не могут охватить все школы. И не могут они полдевятого утра находиться на всех объектах. Ну, это, безусловно, так. И, конечно, таких объектов много. То есть, это те, наверное, пешеходные переходы, которые нерегулируемые в основном, которые находятся около школ нашего района. Вот, конечно, их не хватает, и сотрудников, ну, как бы мало. И, конечно, родители, которые заинтересованы, в первую очередь, в безопасности своих детей, подхватывают такую инициативу, берут ее на себя и выходят ранним утром в любую погоду на дороге нашего района. Давайте посмотрим, как это происходит. У нас есть сюжет. В «Одинцово» отправилась и наша съемочная группа. Смотрим? Да. В «Одинцово» более сотни пешеходных переходов. Проконтролировать их все силами общественности невозможно. Поэтому патрули представителей сообщества родителей Одинцовского района появляются в наиболее проблемных местах. Там, где дорогу переходит максимальное число детей, а дорожные движения в утренние часы особенно напряженные. Например, перекресток улицы Маршала Жукова и бульвара Любы Новоселовой. С утра все водители спешат, всем пора на работу, но, к сожалению, наши дети, им нужна во многих местах помощь. Очень большое количество у нас нерегулируемых перекрестков. И в данном случае дети не всегда видят машины, водители не всегда замечают детей. К участию в патрулировании стараются привлекать родителей из близлежащих школ. У Марианы Макаровой оба сына учатся в расположенной неподалеку 11-й гимназии. Поэтому нет никакой необходимости лишний раз ее мотивировать. Она прекрасно понимает, как важно в утренние часы присутствие общественного патруля на пешеходных переходах. Сегодня уже намечены следующие проблемные места, требующие контроля. Родительское сообщество всегда открыто для инициативных людей. Чем больше таких активистов, тем проще решать вопросы, связанные с детской безопасностью. Вчера, кстати, хочу сказать, что в такой акции участвовали родители Дубковской школы «Дружба». Они начали вчера эту акцию, и я думаю, что будут ее поддерживать, потому что там действительно очень интенсивное движение с утра. Очень много детей переходит, и родители вчера помогали детям переходить, вручали брошюры о правилах дорожного движения и, скажем, безопасного поведения на дорогах. Поэтому я надеюсь, что у нас станет намного меньше случаев детского травматизма на дорогах. Конечно, полномочий у родительского патруля не так много, но даже просто присутствие на пешеходных переходах людей, одетых в световозвращающие жилеты, оказывает на участников дорожного движения положительное влияние. Марьяна, на всех ли территориях Одинцовского района организованы такие патрули? Ну, на самом деле, мы инициируем их проводить на всех территориях, то есть там, естественно, где это актуально. Актуально это во многих школах, во многих поселениях. Поэтому инициативу города Одинцова подхватывают родители других поселений. Я так понимаю, что активно родители в школе «Дружба». Анна, как у вас прошли эти мероприятия? И действительно ли стало движение около учебного заведения более организованным? После того, как там появились родители? На самом деле, да. Потому что проблема у нас состоит даже не в том, что у нас неорганизованный переход. У нас как раз есть светофор, у нас есть зебра, у нас есть лежачий полицейский и знаки ограничения скорости. Но, к сожалению, в большинстве случаев, в нехороших ситуациях на дороге, которые у нас возникают с нашими детьми, все это происходит из-за родителей. Потому что именно родители ставят машины так, что они загораживают зебру. И дети, когда переходят, они не видят, грубо говоря. То есть это те родители, которые одновременно привозят своих детей в школу и стараются наверняка подъехать как можно ближе ко входу. Ну, чтобы ребенок чада совсем уж не ступал на дорогу. И не просто поближе ко входу, они останавливаются прямо на зебре в момент перехода других детей. Соответственно, у нас большая часть работы нашей проходит не столько с детьми, потому что за все наши рейды детки у нас не нарушают. И мы раздавали брошюрки и детям, и взрослым. Но, к сожалению, хочется сказать, что именно взрослые, по большей части, подталкивают детей и показывают своим примером, как неправильно себя надо вести при переходе через дорогу. То есть, в принципе, здесь вот как раз-таки, наверное, та ситуация, когда в большей степени работу необходимо проводить именно с родителями. Да. К сожалению, в том числе. К сожалению, в том числе. Причем не могу пожаловаться, потому что совсем недавно у нас сделана шикарная стоянка перед школой. У нас положили асфальтовое покрытие. И нету никаких совершенно проблем на две секундочки заехать в этот кармашек и оставить там ребенка, который ему не надо не переходить непроезжую часть. Он может через калитку прямо идти в учебное заведение. К сожалению, почему-то наши родители достаточно безответственно относятся. Периодически, где-то раз в неделю у нас дежурит патруль, смотрится нашими родителями. Конечно, в такие моменты нарушений гораздо меньше. Чем они аргументируют свои поступки? Вы знаете, когда мы сталкиваемся вот с такими родителями, даем им брошюрки, пытаемся с ними разговаривать, ну, они ничем не аргументируют. Они просто говорят, ну, мы вот торопимся. Вот. И, собственно, уезжают. Вот. К сожалению, мы хотим именно среди родителей поднимать этот вопрос, чтобы профилактику проводили не только вот мы, стоя на дороге, но каждый родительский комитет в классе своим родителям рассказывал. В каждом чате звучала эта информация. Чем больше родителей будет ответственно относиться и своим примером показывать детям, как надо себя вести, я думаю, у нас хоть как-то может ситуация в этом плане улучшена. Ну, кстати, то, что касается информации, может быть, просто далеко не все родители информированы о том, что появилась новая площадка парковочная, что теперь удобно заезжать около школы. Все по привычке, собственно, совершают одну и ту же ошибку, как из года в год. Возможно. Ну, работаем. Для этого, собственно, и создано родительское сообщество. Это дает свои плоды. Ну, я думаю, что это дает свои плоды, потому что, мне кажется, что как-то стало меньше каких-то обращений, меньше стали писать президенту, стали пытаться, наверное, на местном уровне решать вопросы. Ну, и, наверное, родители начали понимать, что, может быть, какие-то вопросы действительно можно решить как-то конструктивно. И не обязательно сразу, не пытаясь выйти на какой-то районный уровень, обращаться куда-то выше. Ну, и действительно, скажем так, обладая какой-то информацией, ее можно уже и распространять, и давать информацию другим родителям. Ну, я знаю, что родители обращаются к вам даже с целью как-то организовать работу МФЦ. Потому что очень многие сталкиваются с проблемами, с трудностями при оформлении тех или иных документов, и не только документов, касающихся детей. И здесь тоже намечены определенные сдвиги. Ну, на самом деле, радует, что к нам обращаются вообще по всем вопросам, касающихся детей. То есть, наверное, изначально мы начинали с вопросов, касающихся образования, но теперь эти вопросы очень сильно расширились. Поэтому все, что касается детей, это, естественно, какие-то там вопросы. Это ведь и здравоохранение, и социальная политика. То есть, уже узкое образование здесь не рассматривается. Ну, вот здесь хочу, конечно, отметить, наверное, очень большую роль администрации нашего района. Потому что, если бы не было обратной связи, если бы не было взаимопонимания и помощи, наверное, наша работа бы, она просто не имела смысла. Потому что собирать какие-то вопросы, собраться, поговорить и дальше разойтись, и писать во все инстанции официальные бумаги, срок которых рассмотрения 30 дней, ну, наверное, это совершенно никому не нужно, и пустая трата времени. А так как многие вопросы удается решить в очень каком-то быстром режиме и найти конструктивное решение, действительно, это очень здорово. И это помогает и облегчает, и я думаю, что помогает не только нам, но и администрации района. Потому что, может быть, какие-то вопросы для них новые, да, они там не знают, что. Возникли какие-то проблемы. И мы пытаемся тоже, скажем, до них это донести. А что касается МФЦ, да, были определенные вопросы. Именно по оформлению документов и по различным выплатам по линии управления социальной защитой. Я обратилась в нашу Одинцовскую МФЦ, практически сразу нашла понимание. Вышли с инициативы устроить круглый стол с участием представителей МФЦ и представителей нашей соцзащиты Одинцовской. И вот, скажем, на этом собрании рассказали о том, как правильно оформлять документы, какие могут быть проблемы, какие новшества, да, введены недавно с оформлением этих выплат и документов. И на самом деле действительно очень важно. И это получило такую большую поддержку со стороны родителей. Так что большое спасибо всем участникам этого мероприятия. Более того, я надеюсь, что мы будем продолжать такие встречи. Их назвали социальные гостиные. Поэтому любые вопросы, которые возникают, готовы обсуждать. Это отличная инициатива, отличный проект. Как дело обстоит в Старом Городке? Андрей. В Старом Городке у нас... С дорожным движением. Нет, у нас в Старом Городке сделаны вообще хорошие тротуары. Дети в этом плане не страдают. Пешеходные переходы есть. Есть в поселении другие городки, в которых существуют проблемы. Это, например, Герцена. Там Васильевская школа. У нее очень узкий подъезд. Там приезжает только одна машина. И именно по этому подъезду, он достаточно длинный, около 250 метров, одновременно с автомобилями движутся дети в школу. То есть нет никакого тротуара, нет никакой дорожки. Нет никакой дорожки. Мы эту проблему уже у нас в сообществе поднимали. Но пока, к сожалению, администрация не смогла у сельского поселения сделать либо дорожку, либо повесить знак. Поэтому сейчас там достаточно напряженная ситуация. Своих чат любимых родителей пытаются довезти до ворот школы. И потом пытаются вернуться и мешают детям, которые идут пешком. Вот создается такая... Какое решение Вы видите, как родители этой проблемы? Мы видим решение следующее. Повесить знак «Кирпич» и хотя бы на какое-то время поставить патруль ГИБДД, чтобы не штрафовать родителей, а объяснить, что здесь теперь знак «Кирпич» и подъезжать сюда, например, ограничить... Получается, проект глухой, да? То есть это 250 метров никуда. Да, ограничить просто, например, в то время, как дети идут в школу, с 8 до 10 или до 9, и потом, когда дети идут из школы. И это, я думаю, что решит проблему. И главное не переставать озвучивать те вопросы, которые действительно важны к реализации. Очень активно Вы сотрудничаете не только с Одинцовским ГИБДД, но и с областным. Даже в сентябре прошло крупное областное мероприятие на базе Одинцовской лингвистической гимназии. И, я так понимаю, это не первое и далеко не последнее совместное мероприятие. Родительская общественность тоже активно принимала в этом мероприятии участие. Да, действительно, прошло замечательное, большое, очень важное мероприятие. В начале сентября был, скажем так, областной день профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. И на базе Одинцовской лингвистической гимназии прошло такое большое и важное мероприятие. И, с одной стороны, оно было сделано и для детей, а с другой стороны, мы организовали и родительское собрание. Большое родительское собрание с участием и администрации, и представителей областного ГИБДД. И также присутствовала Ксения Мишонова, Оксана Пушкина, которые ответили на различные вопросы родителей, касающиеся, скажем, профилактики дорожно-транспортного травматизма. И также, ну, скажем так, рассказали, что делается в этой области, да, какие может быть новшества, ну и вообще, почему так важно обращать на это внимание. Пока взрослые обсуждали серьезные темы, дети активно играли и обучались. Давайте посмотрим, как это было. Виктор Кузнецов 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 Субтитры сделал DimaTorzok